Здравствуйте! Честно говоря, для меня такой формат непривычный, потому что я не так часто сижу за таким большим столом и так часто при дуно сидят в такой аудитории молодые студенты. Поэтому предлагаю, скажем так, сразу снизить уровень пафоса и уровень менторства и пытаться просто поговорить на одном языке. И для того, чтобы у нас начался диалог, я хотел бы просто понять, чем вы занимаетесь, что вам интересно, чтобы то, что я рассказывал, было вам интересно и полезно. Чем вы занимаетесь? Менеджер в культуре. Продюсерство. 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 Да. Я музыкант, пишу музыку. И ты уже. А у меня менеджер в спорте. Учитесь к тому, как организовывать процесс в творческой среде. Я, наверное, буду больше говорить про продюсерование, потому что это тот опыт, который у меня есть с точки зрения практики. Но прежде чем мы про него поговорим, я очень быстро так, можно сказать, в двух словах расскажу вообще, кто я, почему я занимаюсь продюсером и не знаю, почему вам стоит меня слушать или не стоит меня слушать. Я, я засунгаджит арбайт, как сказали уже, когда мне представляли, когда-то заканчивал Российский университет народов. По образованию я дипломат, международник. Но КВНовская жизнь, которая закрутила меня в студенческие годы, направила мне немножко в другое русло. Несмотря на то, что я работаю по профессии, но через КВН я попал на телевидение. И вот с 2007 года активно занимаюсь телевидением, в частности, продюсером. За это время я основал несколько компаний. Одна из них называется Yellow Black & Light. Компания, которая производила очень много контента для СТС. Сегодня это является частью Газпром-медиа и тоже продолжает производить контент. Другая компания называется My World Productions. Она работает уже со всем рынком, со всеми каналами. И также она ориентируется на нью-медиа, на интернет. Еще одна компания, которая является, скажем так, в моем понимании медийной, но в понимании многих людей, это такая спортивная компания. Называется она Fight Nights Global. Компания, которая занимается организацией турниров по ММА. И это тоже очень интересный кейс, о котором можно поговорить. И в целом, если говорить об этих, таргетироваться, скажем так, как акцентировать внимание на этих трех компаниях, то во всех этих трех компаниях, безусловно, очень большое значение и очень большую роль сыграла, скажем, команда и процесс продюсирования, который помог взлететь каждой из этих компаний. Начну по очереди. Компания Yellow Black & Light – это компания, которая занималась и занимается интертейнингом. То есть, в основном, весь контент связан с развлечением, много с музыкой, и аудитория у нее молодежная. Этот проект был, эта компания была первой. Мы ее продюсировали, это сейчас мы, я говорю, продюсировали, а тогда мы ее пытались как-то так развивать по наитию. Не было никаких знаний в то время, когда мы этим занимались. Вот таких вот учебных, скажем, кластеров для продюсеров, для людей, которые уже к этому подходят с точки зрения опыта, знаний, теории. Практически в России не было, поэтому все делали как себе представляли. Компания начала развиваться сначала в Казахстане, потому что там мы оценили рынки и нам показалось, что в Казахстане будет легче начинать, там меньше конкурентное поле. Через год существования в Казахстане она перешла на российский рынок и на канале СТС у нас начали появляться проекты. Проекты в то время, скажем так, из развлекательных проектов был только ракованный Comedy Club. И интернет не был так саморазвит. Не было вайнов, не было стендапов, не было блогов и так далее. Поэтому тот контент, который производил Yellow Black and White, он занял свою нишу, нишу такого молодежного юмора. Но в отличие, допустим, от Comedy, который был урбанистическим, таким очень смелым, то здесь была такая семейная аудитория, немного ванильная история, но у нее тоже всегда была своя аудитория. На базе первого проекта, который назывался «Даешь молодежь», компания Yellow Black and White смогла сделать хороший старт, после чего была целая, скажем так, целая роса проектов. Не все из них были удачные, но какие-то из этих проектов наверняка вы о них слышали. В частности, например, шоу «Райские пельмени», сериал «Кухня», сериал «Отель Леон», сериал «Светофор», что-то в одна за всех. Проекты, которые, наверняка, в силу возраста, возможно, вы их не зацепили, но они в свое время были определенными рейтингами, сериалами, и канал «СТС», и канал «Домашний» гордились этими проектами. Далее компания Yellow Black and White была продана компанией «Газпром Медиа», и после этого она сейчас занимается производством контента для узкой линейки. Сначала это был один из кабельных каналов ТНТ, сейчас эта площадка называется «Старт», онлайн-платформа. Если кому интересно, можете посмотреть. Это все компания Yellow Black and White. Что касается компании My Way Productions, это вторая компания, которой я занимался. Компания была создана для того, чтобы не таргетироваться на одном канале, потому что у нас на российском рынке есть такая традиция создавать вокруг каналов так называемые «карманные продакшены», которые эксклюзивно работают именно для одного канала. И вот эти вот бесконечные войны между переманиванием актеров, сценаристов, продюсеров, они постоянно происходят в рамках вот этих вот корпоративных эко-объединений. Так вот, компания My Way Productions была создана для того, чтобы выйти из этого порочного круга и создавать проекты для практически всего времени. Так оно и происходило до какого-то времени. Создавались проекты для НТВ, для «Россия-1», для «Первого канала», для СТС. Но в 2018 году компания переориентировалась на интернет, потому что интернет стал по оценкам всех аналитиков. Я думаю, что вы тоже в курсе, что сегодня рекламный бюджет практически сравнится с телевизионным. В некоторых аспектах рекламный бюджет интернета превышает телевизионный. Поэтому компания My Way на сегодняшний день она таргетируется на «New Digital», так называемый, и на понятие «Big TV». Что такое «Big TV» понятно? Соответственно, третья компания, компания «Fight Nights Global», компания, которая изначально задумывалась как промоутерская компания, в итоге превратилась в медийную. И сегодня компания, которая производит контент ежемесячно, чаще всего это турниры и все, что связано с околотурнирной историей. Сегодня, пожалуй, эта компания одна из лидеров именно в этой сфере, в сфере «Fight Night». Ну, скажем так, если резюмировать мое небольшое выступление, то, наверное, на этом можно поставить точку с запятой и перейти к каким-то уже, может быть, вопросам, ответам. Если вам интересно какое-то направление по подробнее развитию рассказать, я буду рад. Пожалуйста. Мне было зло в жизни, я никогда не попадал в компании, я создавал их. И я всегда был, да, всегда был у истоков, и мне так комфортно всегда было. Ну, как правило, это группа единомышленников, которые, скажем так, объединены одной идеей, мечтой, желанием что-то сделать. Как правило, если подходить уже сейчас, профессионально к этому по всему, то желательно, чтобы в этой группе никто не дублировал функции, чтобы каждый из участников этого проекта пригласил что-то новое, либо усилял. И на примере, допустим, компании «Fight Night» могу сказать, что там было четыре человека. Это Камил Гаджиев, Катур Асиков, Сергей Шанович и я. Каждый из нас обладал определенной экспертизой. То есть, Камил Гаджиев, он был профессионалом в сфере спорта, он знал все имена, понимал, что такое матчмейкинг, мог договориться со всеми спортивными комьюнити в России. Бату Хасик на тот момент был действующим бойцом, герой, скажем так, звезда этого промоушена. Я на себе акцентировал полностью и аккумулировал экспертизу, связанную с телевидением, с продакшеном в телевизионном. Сергей Шанович – это глава компании «Шан Дизайн». Это одна из самых продвинутых компаний по дизайну, по тому, как правильно запаковать проект и так далее. И все, что вы видели в компании «Fight Night» в визуальном формате – это все креатив от Сергея Шановича. Вот такое, скажем так, сложение команды нам помогло на первом этапе А – добиться качественного контента, Б – этот имеют в виду бойцу, Б – попытаться это все правильно снять и показать в правильном формате, и В – это красиво запаковать и продавать его с точки зрения маркетинга и продукта. Б – ответственно будет узнать, что более еще прикладное. Какие есть инструменты, куда надо идти, чем надо обладать, чтобы заполнять. Б – вы же можете создать компанию, но никто у вас ничего не купит, никто нигде не будет ничего показывать. Б – тогда нужно более, скажем, предметно говорить. Например, если у вас есть какая-то идея сейчас в голове, то вы скажите, я попытаюсь ее каким-то образом направить. Если мы говорим об абстрактной идее и о том, куда двигаться, то здесь очень важно понимать сеттинг. Это интернет-проект, телевизионный проект. Какой жанр у этого проекта? Это может быть развлечение, может быть музыка, спорт. Это тоже зависит, это тоже важно знать. Важно понимать бизнес-модель, которую вы закладываете в эту историю. Важно понимать аудиторию. Пожалуй, это самое главное, что нужно понимать – это аудитория. Потому что любой проект, который вы производите, он должен в первую очередь, понятно, что нравится вам, но важно, чтобы у этого проекта была аудитория. Чем она шире, тем у этого проекта, скажем так, больше шансов выжить. Вам сегодня создавать проекты гораздо сложнее, чем нам в свое время. Потому что конкурентная среда, интернет, другие социальные сети – это очень большой челлендж. И здесь какой-то простой блогер создавая какую-то историю на коленке, может быть, гораздо успешнее, чем большая продакшн-компания, которая тратит кучу денег на продакшн, на графику, на производство. Тут очень в этом плане тяжело предсказать. Поэтому, если у нас нет конкретного кейса, то я бы предложил сначала ответить на вот эти вопросы, которые я задал. Аудитория, жанр, где вы хотите это все распространять. Ну и самое главное, наверное, бизнес-модель, как вы закладываете всю эту историю. Вы выступали в КВН. Это вам как-то помогло в дальнейшем для развития вашей жизни? Конечно, помогло. Во-первых, КВН – это большая школа с точки зрения именно публичного поведения, взаимоотношений, налаживания контактов. Во-вторых, КВН – это очень классный тренажер для мозгов. А в-третьих, это хороший трамплин, потому что, играя в КВН, играя в КВН такого высокого уровня, у тебя появляется очень много связей, контактов знакомых, с которыми ты можешь начать какую-то совместную деятельность. Так произошло, в частности, со мной и с моими коллегами, которые после КВН смогли остаться, где-то зацепиться, чтобы сделать свое. Поэтому, безусловно, КВН – это альмаматор, как бы сейчас не отнекивались все ребята из Comedy Club, из ЧБД, из стендапов. Они все вышли из КВН, и это, на самом деле, дало им на глубокую пригляды дороги. Другой вопрос, что сегодня КВН является тем социальным в том, которым был в наше время. Сегодня у молодежи есть выбор, и молодежь сегодня может пойти другими ключами, обходя КВН. И это здорово, потому что это большая вариативность, и молодежь может себя проявлять в разных апостасях и не тратя время на то, чтобы выиграть сезон не шире. Сегодня играют в КВН те, кто очень любит КВН. А раньше, наверное, в КВН – те, кто хотят чего-то еще добиться, подняться, пробиться куда-то. Так что такая история. Какой тогда сейчас есть аналог КВН в ваше время? Возможность пробиться? У нас был фактически один КВН. В то время, когда мы играли, не было даже Comedy Club. Долгое время КВН был сосредоточением молодежного такого движения, юмористического. И молодой человек, который хотел каким-то образом проявить себя, он никуда в другое место пойти не мог, кроме как КВН. Это был аншлаг, что еще хуже, и КВН. Между двумя этими штуками выбирали КВН. Потом, когда появился Comedy Club, там были границы пошире для юмора. Юмор был такой довольно резкий, жесткий, между местами пошлый. И большая аудитория, которой надоела вот эта вот вся стерильность, там прилизанность, скажем так, излишняя, может быть, ванильность КВНа, они пошли в Comedy Club, потому что там можно услышать то, что ты слышишь на улице, там можно обсудить то, что ты обсуждаешь на улице, и там можно поржать над тем, что обсуждают между собой сегодняшние студенты. Все. Но время Comedy Club тоже постепенно закончилось, потому что появился интернет, который просто убил все. Потому что появились ребята, которые там просто включали селфи-камеру и начинали гнать свой контент, который был сначала интересен маленькой аудитории, потом большей аудитории. Потом появились социальные сети, которые помогают любому начинающему блогеру и так далее правильно отмонтировать, фильтр наложить, музыку и так далее. Сегодня там пользователи TikTok, они полностью там, скажем так, самостоятельны в том плане, что они могут делать качественную картинку, качественный контент, не прибегая к каким-то там специалистам и не тратя больших денег. В этом как бы вся загадка. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, сегодня у каждого сколько ВН, образно говоря? У каждого свой инструмент для продвижения самого себя. И здесь кто во что гораст. Кому что нравится. А еще вот такой вопрос. Часто получается, что команды, которые в КВН образуются, они говорят, что мы семья, там все такое. А вот вы на данный момент общаетесь с кем-то из своей команды в КВН? Мы общаемся. Ну, понятно, что не так, как раньше мы общаемся, но, скажем так, поддерживаем теплые отношения. Всегда стараемся каким-то образом по праздникам, по каким-то юбилеям собираться, встречаться. Но специфика нашей команды такова, что у нас очень много ребят было из разных стран, разных национальностей. Поэтому вот так вот собраться мы не можем. Но вот какие-то проекты в этом году, допустим, будет 60 лет КВН. И многие команды КВН, старые команды КВН, будут собираться. В том числе, надеюсь, что и мы сможем собраться заранее. Там все, по крайней мере, предупреждены. Надеюсь, что это произойдет в этом году. А так, в целом, общаемся. Никаких черных кошек между нами не побегает. Здравствуйте. А как вы оцениваете развитие системы Pay-Per-View России? И планируете ли вы продавать платные трансляции на реванш марганда СМО на Владимир? Спасибо за вопрос. Pay-Per-View – это то, что может двинуть нашу индустрию вперед, на мой взгляд. Но, к сожалению, система телесмотрения и телетрансляции в России очень устаревшая и очень морально отставшая от тех бизнес-моделей, которые существуют на Западе. Я как Pay-Per-View отношусь очень хорошо, но она в России практически нереализуема, потому что, во-первых, у нас не налажена работа с пиратским контентом. То есть, как бы ты не защищал свой контент, все равно появляются умники и умницы, которые тебя хакают и бесплатно будут смотреть всем. А с другой стороны, у нас есть бесплатное телевидение, федеральный канал, которые, на мой взгляд, уже тоже себя отработали полностью. То есть, у них там аудитория с точки зрения молодой аудитории не прибывает, а с точки зрения возрастной аудитории биологически она сокращается. Но при этом денег тратится большое количество. Я считаю, что в тот момент, когда в России начнется нормальное платное телевидение, и люди начнут голосовать деньгами за просмотр, это будет очередной качественный скачок с точки зрения контента. До этого момента мы будем оставаться референсами, мы будем адаптировать западные проекты, мы будем пытаться каким-то образом делать свои, один через десять удачные, и будем развиваться очень медленно. Что касается Бобоя, Минеев и Смаилов, то я думаю, что задача там системы монетизации будет завязана не на pay-per-view. Мы больше заработаем, если продадим рекламу, интеграцию, вербализацию, спецсцену в рамках большого открытого эфира на Матч ТВ. И я думаю, что с точки зрения бизнеса и зарабатывания денег будет грамотнее открыть трансляцию, но заработать на рекламной интеграции. Спасибо. Пожалуйста. Даже, к примеру, предпоследний бой Хабиба с Конором. Там очень жестко было, а тут, когда большие бои, даже не увидишь особо треш-тока. Вопрос связан с менталитетом, общим менталитетом нашего общества, культурный код и так далее. Но у нас треш-ток тоже есть. Если ты почитаешь, например, то, как между собой общаются Минеев и Смаилов, то там как бы довольно горячо они общаются. По сравнению с Западом? Да, но по сравнению с Западом мы во всем более сдержаны и более, скажем так, закрыты, что ли. У них и юмор другой. Они себе могут позволить выражаться так, как мы себе не можем позволить. Мне кажется, что это неплохо, на самом деле. В этом плане не нужно, мне кажется, за ними гнаться. Во-первых, это неорганично большинству из нас. Кто-то умеет красиво ругаться и материться, но я, допустим, примеряя на себя, понимаю, что мне хватает и слов нормальных, чтобы выяснять отношения или говорить что-то. А в целом, для крепкого словца, у нас есть проекты, такие как ЧБД, например, там, Comedy Club есть какие-то яркие, какие-то перчинки и так далее, но и у этого есть своя аудитория. Но в целом, мне кажется, трэш-док, он, если пока, или там, по крайней мере, на данный момент не является частью нашей культуры. Поэтому он не так востребован. А вот еще вопрос. Как вы относитесь к тому, что в ЧБД постоянно, там, мат через мат, то есть, ну, не как в Comedy, да, например, там иногда проскакивает, дай бог, да, там, а в ЧБД там каждое шоу, там, примерно количество мат, и это смотрят дети. Как вы к этому относитесь? Я думаю, что я сейчас потом подумаю, что внемилась большая часть этой аудитории, но мне не нравится проект ЧБД. Я не отношусь к, там, людям, которые кайфуют от того, что происходит там. Я считаю, что это довольно, ну, не побоюсь этого слова, довольно низкий уровень креатива, потому что вот так вот хейтить, там, оскорблять и так далее. Вот на фестивале в КВН, если приехать, вот каждого десятого можно вытащить, посадить, сказать ему, говори, что хочешь про этого человека, и тебе ничего не будет. Вот. И мы услышим то же самое, что говорит Чарбаков. Примерно. Вот. И поэтому в этом плане я не вижу никакого вау-эффекта для меня. Просто это открыли еще один кран, который раньше был закрыт. Ну, там всегда был этот шлаг, там всегда была эта канализация стояла. Вот ее открыли, она потекла, и людям стало прикольно. Людям стало прикольно от того, что вот есть люди-звезды, которых можно захейтить, можно там оскорбить, и эти ребята стали героями. Там среди них есть креативные ребята, я как бы не умоляю их достоинства. Но в том формате, в котором они сейчас работают, в котором они получили популярность, это не моя история. То есть я бы такой проект не делал, потому что у меня есть правила определенные. Все проекты, которые я делаю, я должен смотреть со своими родителями. Если я со своими родителями смотреть их не могу, я этим проектом не занимаюсь, мне просто стыдно. Грубо говоря, как бы это смешно не звучало, но стыдно. И исходя из этого, я к этому проекту отношусь, скажем так, дистанционно. Но успешность этого проекта не признать я не могу, потому что просмотров на самом деле огромное количество, и Label.com сегодня, пожалуй, лидер по аудитории, в принципе, привлеченной к своим проектам. И те проекты, которые пошли как спин-офф от ЧБД, там отдельно Би что-то делает, там отдельно Щербаков что-то делает, они тоже вызывают интересы аудитории, и это вопрос времени. Смогут ребята поменять свой имидж и перетрансформироваться во что-то более чистое, более креативное? Или они останутся вот на этой волне, которая, кстати говоря, уже не будет такой большой, как она была, на мой взгляд, потому что звезды заканчиваются, самые яркие оскорбления уже произвучали, что-то еще более изощренное услышать будет сложно. Вы, получается, сказали, что то, что трэкшток отсутствует в России, ну, не отсутствует, а и бумаг, это хорошо, но, получается, если боец устраивает сам крышто, то он набирает больше просмотров, больше подписчиков к нему появляется, больше людей начинается не уследить. Ну, неужели мы не доросли до того момента уровня, что уже можно позволить бойцам выражаться так, как они хотят? Вот, например, недавно Александр Шнеменко выразился по поводу творчества Маргинштейна. Его поддержали там Магаизм, Анхабиб, ну, как это все поддержали. И вот, получается, в музыке Маргинштейн, он так прославился, благодаря тому, что он такой открытый, такой, ну, плевать, как бы, на все. Ну, получается, боец может быть то же самое. То есть менталитет страны принимает это. И почему, почему не происходит это? Нет, это будет двигаться те же окно Обертона, потому что я не понимаю, что вот эта шкала, скажем так, дозволенности, она увеличивается постепенно. Но у нас есть определенный долг, консервативный и так далее, который, то есть, издерживает. Это будет происходить, когда была постоянная борьба между вот консерватизмом и вот этим прогрессом. Трэш-топ, условно, вызывает интерес. Потому что, когда один человек, даже вот на улице проходя, если кто-то с кем-то начинает там выяснить отношения, непроизволиваем, останавливаемся и смотрим на это. Потому что это какие-то природные там инстинкты, рефлексы, не знаю. Но это вот какая-то магия для природы. Но мне кажется, что в нашей стране это приведет к тому, что рано или поздно отношения начнут выяснять за пределами людей. Будут приезжать, угрожать, избивать и так далее. И тогда индустрия Numa превратит хриминальный окрас. И тогда от него будут избавляться, все рекламодатели будут идти от него шарахаться, потому что никто не хочет себя ассоциировать с каким-то беспределом. И это закончится тем, что наша индустрия Нuma превратится, по большому счету. То есть он посмотрел на это все как шоу-бизм станет. А как им это принял на себя это все? Это как бы трудетровное место? Разница в том, что американские бойцы и западные бойцы, они идут на интертейнинг. У них это развлечение. Они идут делать шоу. Наши бойцы идут убирать. Для наших бойцов это война. Мы их называем войнами. Мы считаем, что это прям какие-то там защитники нашей культуры, последний облот и так далее. Мы на них навешиваем кучу каких-то вот этих вот тяжелых штампов. И вот они выходят на последний бой умирать. И понятно, любое оскорбление, любая нападка словеская, она воспринимается как не только его оскорбили. Оскорбили там весь Дагестан, оскорбили всю Россию, оскорбили российский флаг. И это вызывает какие-то уже не совсем спортивные, это вызывает уже какие-то совершенно другие чувства, которые заставляют человека действовать по-другому. Я не склонен там тоже преуменьшать вот эти все вещи. Безусловно, для нас это важно, это честь страны. Но все же разница подхода в том, что они делают шоу, мы воюем. До тех пор, пока мы вот это вот как бы не поймем, либо мы скажем, нет, мы воюем, мы с вами не миримся, либо окей, мы делаем шоу. И тогда играем по правилам, как все там, как бы, играются, если бы хотели. Просто деньги там не шоу. Там где война, там расходы. Вот и все. То есть надо это понимать. Что мы хотим? Мы хотим что-то доказать или хотим деньги заработать? Ну, скажем так, мы не заменяемся в рамки. То есть любой формат, который вызывает интерес в аудитории, мы готовы проводить на вашей площадке. Изначально «Файтнайт» вообще был фестивалем, где было поздно. Потом он старгетировался на ММА. И у нас, наверное, бывают какие-то бои, связанные не с чистыми ММА, а с каким-то историками. Поэтому вполне возможно, что бои на головах локации поможутся. Если будет умирать вечер. А если взять «Фрогбокс»? Сейчас ниша очень пуска и организаторов. Ну, их несколько, но они такие узкие, достаточно. И проводят раз в три месяца, раз в полбореза. И поигнать вообще как площадка. Сматривая «Фрогбокс». Бокс? Чистый. Бокс – это отдельная цивилизация. Боксеры – это такие, скажем так. Они считают себя белокусственной единоборств. То есть бокс – это все, все остальное – это не очень. Поэтому боксеры – это отдельная каста, боксеры – это отдельная вселенная. И заходить на их территорию пока никто не планирует. Потому что здесь нужна коллаборация с какой-то боксерской компанией. Боксеры, к сожалению, очень закрыты в этом плане. Но я думаю, что рано или поздно, как только мы поймем, что единоборство для нас – это все-таки развлечение, тогда, возможно, будут какие-то коллаборации более спокойные. Пока сейчас бокс у нас очень суровый, бокс у нас очень зажатый весь. Но почему падает интерес? Потому что по сравнению с «Ануман», там, если проничили, берутся 12 раундов, бьют их руками, но «Ануман», происходит все, что хочешь. Поэтому, мне кажется, тренд, там, на тупо, как бы, интересно, неинтересно. Я считаю, что да, мы со мной командой дочери согласились. Но я считаю, что все это назначение. Как вы относитесь к тому, что Кагим сейчас заглядывал свой промоушен? Нормально. Чем больше промоушенов, тем больше индустрия, больше конкуренция. У нас сегодня бойцов, которые хотят подраться, гораздо больше, чем промоушенов, которые будут в этих боях. Только файтать стоит очередь. Ребята, которые хотят подраться, у них там один-два боя в год есть, и это самое лучшее на складе. Поэтому, чем больше промоушенов, тем больше возможностей ребят выравить себя. Что касается хабибовского промоушена, то здесь, конечно, то, что это промоушен Хабиба, это дает большие какие-то вот авансы для этого промоушена. Я думаю, что там и коллаборация с UFC будет плотнее, потому что личное отношение Хабиба с Донабайтом тоже имеет место быть. Ну и в целом, подход Хабиба к индустрии единобойства такой системный. Я надеюсь, что он вырастет большого-большого промоушен игрока. И это даст еще не толчок довести нашим выступлением. Вот еще вопрос. В свое время, когда Хабиб еще не был так знаменит, не знаю, кто был с фонами, получается Донабайтом как-то относился к игру, ну, типа, на дистанции его, как бы говоря, держал. И сейчас то же самое происходит. Например, он относится плохо это бит к Джон Джонсу. Он не дает ему чьи Джон Горс нгам. И вот есть ли такие случаи в «Fight Nights»? Ну, как-то относится к некоторым бойцам. Я думаю, что он больше всего взаимодействует с лицами. Я думаю, что здесь еще и имеет место быть некий такой коллегопический элемент. Если там Джон Джонс немного раз просто про штрафикса, кто его с травой поймает, кто он напьется, кто его разобьет. Поэтому Донабайтом на задание, может быть, пытается какие-то натянутые уступы. С Хабибом, я думаю, просто бывали до оценки, но Донабайтом не думал, что и с Хабибом может быть такая большая звезда, потому что бои, как принципы, были незрелищные, если проходили в парку. Но со временем Хабиб заставил себя там уважать и так далее. Поэтому каждый случай взаимоотношения промоутера и бойца – это отдельная какая-то игра, отдельная стратегия. Нужно погружаться и понимать. Что касается Fight Nights, да, бывают такие истории, когда камин начинает устраивать определенную игру с такими-то бойцами. Это связано со многими факторами. Либо с каким-то политическим моментом, либо с финансовым историей. Слишком большой цель назвал, и его надо каким-то образом придержать, чтобы он свою цель опустил. Это связано, может быть, и с рейтингом. То есть какой-то боец может себе позволить что-то сказать, и начинает ротироваться. Ну, то есть это все игра. И здесь гораздо точнее такие, конечно, камин даже. Вот это мои популярные темы. И вот, когда мы начали развивать свою первую компанию, то есть для того, чтобы они не спонсоры, и так далее, о чем это не спонсоры, как привлекать инвесторы? Мне считается, что хороших продуктов за день не тратят. Это так. Вот. Мы когда начинали делать свой первый проект, он назывался «Даешь молодёжь». Нет. Ну, первый проект был «Казахстан». Он назывался «Я не буду, как бывает шоу». Да. Мы его делали с инвестором. С казахской стороны выступал один бизнесмен, которому хотелось сделать а-ля как-то департ в Казахстане. И он инвестировал в это деньги. Этот проект был, с точки зрения бизнеса, не окупаем. То есть казахские каналы не платили такие деньги, сколько мы платили за создание этого контента. Но из-за того, что это была инвестиционная история, и он получал косвенную монетизацию, потому что там немножко другая была, другой был интерес. Он не хотел вернуть свои деньги через отбивание проекта. Для него это была такая коммуникативная площадка, куда он приношал своих друзей, и там сидели вечером, общались, там шло это шоу. И это ему давало каких-то там других совершенно, каких-то позвоночных организаций. То есть мы только глубоко подружались, но нас устраивал такой подход, и его устраивало. Соответственно, мы обговорили на берегу, какие инвестиции мы должны потратить на создание там какое-то количество выпусков. Все, они упадали по рукам, и все произошло хорошо. В итоге каждый остался недоволен. А если говорить о модели окупаемой, то второй проект «Беложь молодежь» был создан уже по такому принципу. мы потратили деньги на пилот, мы его собрали сами полностью, мы откостинговались и так далее. Мы сняли, если одна серия шла 26 минут, мы сняли 15 минут. Но вот в эти 15 минут мы вложили всю перспективу того, как это может быть на 26, и насколько это может быть на 20 серий. Показали там все линии. Если вы помните, то есть молодежь, там было очень много линий. Там были бутники, там были астаманы, молодая семья. Мы показали вот эти все линии, вложились в пилот и пошли по каналу. Пошли на ТНТ, пошли на СТС, показали там и там. И СТС и ТНТ нам понравились. Начался тендер между ними, вот эти переговоры трехсторонние и так далее. Мы выбрали СТС. Они нам, не скажу, что дали условия лучше, чем ТНТ, но с ними нас связывали стратегический характер, потому что они нам предложили заказать еще, помимо этого проекта, заказать еще два проекта. И, соответственно, мы за счет других молодежь уже и отбились, и смогли законтрактоваться еще там. Которых еще не было даже в голове. Просто это был такой договор. У нас еще два проекта заказывали, а вы нам проверили все. Вот это был, скажем так, элемент бизнес-модель, который у нас очень многое. Нам очень сильно помогли. Скажите, пожалуйста, а как сфера жена, и человек уже приведет? Упадение. Вообще, в целом, наша вся медиасфера, она падает уже, начинала там с 2013 года. Это все стратегирует, стратегирует, и во время пандемии, безусловно, многие проекты приостановились, но они сейчас рассрочились, выходили там, пристрелились, и будет чуть попозже. И, в целом, я считаю, что кинопостки у нас подпал. Мы об этом узнаем, наверное, через год, через два, потому что проекты, которые должны были в 2020 году сниматься, многие из них были приостановлены. И поэтому, в целом, мне кажется, получается, получаются стратегии. В областях собиралась флота на количество западных фильмов. И, конечно, когда вам кажется, это помогает российский киновец, и труднее о концертных станциях. С одной стороны, конечно, нужно лоббировать. Это как быть, в футболе нужно, допустим, в футболе играть за Роман Голосовский? Или не нужно? С точки зрения, если говорить с точки зрения зрителя в кинозале, то, безусловно, мы все оказываем американские, западные фильмы, которые были качественные, более интересные, и так далее. Но, если говорить с точки зрения производителя, мы, таким образом, дышим еще больше своего производителя. Вот тут найти этот баланс очень сложно. Потому что мы же понимаем, что деньги, которые уделяются фондом кино, из ста фильмов, увидев два-три хороших, все остальное непонятно, куда уходит. То есть распиливается, либо тратится, либо неэффективно снимается. То есть, что это? Это же поддержка. А где эти фильмы? Их нет. Соответственно, здесь, мне кажется, нужно идти с двух сторон. Прежде чем ограничивать американское кино, нужно понять качество, уровень наших. А для этого нужно повысить контроль за, по крайней мере, растраты денег, которые платят с точки зрения государства, на поддержку нашего кинематографа. Это больная тема, я об этом всегда говорю, очень открытая и прямая. Но, там, мои кадеты, возможно, меня там не поддержат. И это можно на суде сделать. Но, мне кажется, что именно вот это халатное отношение, для государственных, по крайней мере. Вот, никто же, когда снимает за свой счет, что, привлекает деньги банка, или коммерческие деньги, он же не снимает свою работу. Он лучше остановит и зафиксирует убытки, чем будет делать кино, и потом сидеть с точки зрения. Нет. А когда снимают государственные деньги, они будут снимать год, два, простить еще о денег. Это не соответствует отношения. И это провоцирует, соответственно, отношения зрителей к нашему виду. Что, вот, по кругу фильмы снимают. В общем, иду, посмотрим, как среднеаприканскую политику. Но, при этом, у нас нельзя сказать, что нет успеха. У нас есть хорошее кино, которое выходит, допустим, халат в прошлом году большее, которое подают все кассы. Последний багатриль сказка детская, да. И есть примеры классного, качественного производства. Вот эти компании, которые производят такие проекты, нужно больше не делать. А те, которые, допустим, не сняли, или, там, извиняюсь, достались, ну, это просто известно. Это просто шарлатан и случайно не ходить. А какой у нас русский культер, это одно, второе представление, потому что, что-то больше не надо делать, потому что, а в ваших случаях это случилось, когда они делают такую сообщение, это не просто. Честно говоря, уже по названию великого производителя понимаю, что я не продусь проиграли. И поэтому, себя ограничиваю полутора. Я этого не говорил, но я с этим согласен. не могу остановить и поменять кином, и то я могу остановить и поменять кином. я очень хорошо отношусь. Я посел посмотреть, прям в кино пошел, сел и что-то про 15 минут в зал совсем просто. Я думаю, ладно, Саша, не знаю, не знаю, не знаю. А как вы оцениваете перспективы для Шулера как большинство и все? Ну, как вы дальше? Здесь кто? Ильяна и Шулер. Ну, никто? Ну, мне кажется, что у каждого у нас есть право на выстрел, но какой бы талант и режиссер ни было в России, как из Лобби, в Белевуде, там было в вечере. Поэтому, нужно ехать туда и там, на кого есть право на выстрел. У нас-то куча классных режиссеров. У нас вообще в целом в России с мозгами проблемы нет. У нас проблема и с маркетингом. У нас проблема с исполнением. То есть, на уровне скрипта, сценария, я вижу много классных идей, вижу много классных сценариев. Но на уровне исполнительного производства ДРА, вот, допустим, вы продюсеры будущие, вот, очень много зависит от исполнительного продюсера всегда, экзекретов, продюсера, да, человек, который отличает за все. Какой бы там супер креативный продюсер не был, таким бы автором меня не был, а если исполнительный продюсера не было, то он правильно сразу был. И вот здесь важно, как раз таки, очень много качеств. Это грамотность, степельность, устойчивость, умение коммуникации. В общем, я скажу, что продюсеры все сходится. Сходятся капринсы режиссера, сходятся какие-то просьбы сценаристов, сходятся какие-то, хотелось бы, актеров, какие-то проблемы из съемочной группы. Это человек, который работает в системе многозадачности. Таких людей в России не так много. Именно строят продюсеры. Но это проблема. Но даже если кино повезло, проекту повезло, у него классная креативная группа, классный исполнительный продюсер, дальше не вступает дело маркетолог, тот, кто продает проект, тот, кто его пушит в интернете, либо продает какие-то сетки кинотеатра. Вот там тоже проблема у нас. Мы продавать, запаковывать нормально не умеем. У нас есть такие специалисты, где-то раз-два я обчелся. И они все загружены так, что они не берутся ни за что, кроме того, что это запланировано дальше. Это вот та сфера, куда я вам рекомендую обратить внимание как будущим специалистам. Туда не хватает грамотных специалистов, которые бы могли взять все на свою жизнь и демонтировать процесс. Менеджер. Если кто-то из вас вырастет из крутого такого менеджера, я работаю. А как туда напасть? Бункер исполнительное продюсирование может идти разными причинами. Как правило, он начинается с администратора площадки, он начинается с администратора кроссовки, возможно. это сугубо я называю исполнительных продюсеров королями иксер. Допустим, креативные продюсеры – это короли города. У них постоянная война иксер против города. То, что придумали в городе нужно поместить в ячейки. То есть в ячейки не помещаются, а оставшиеся превращаются в горки. Они говорят, нет, это очень важные буквы, ставьте их обратно. И начинается постоянная война между двумя королевствами. И вот исполнительный продюсер должен прийти как раз таки из мира иксер. Это человек, который должен финансово грамотно обладать, человек, который должен принимать менеджмент, администрирование, коммуникация и иметь какое-то представление о творчестве. Понимать хотя бы природу и логику того, что от него требует этого продюсера. Попасть туда, еще раз повторю, можно разными путями, в том числе ну, понятно, что знакомство с английским возможным вариантом. но если так по хорошему, то надо идти просто на проекты попадать в команду начиная с самого низа, подниматься, подниматься либо делать свой проект изначально. Делать свой проект, выступать продюсером полного языка, находить финансирование. Я сейчас не говорю про большой проект, но хотя бы начать с маленького. Выступить продюсером, найти режиссера, найти команду, найти сценаристов, взять плавно один проект и подключить продюсер. Один продюсерный проект, который получил какую-то известность, какую-то популярность является частью вашей фирмографии. Вы, приходя уже куда-то, уже можете говорить вот это я сделал, это я сделал. Со временем ваш портфель будет набираться, и вас заметят рано или поздно потом будут Алене, Коля, Вася, пойдем с нами, сделаем этот проект. Это, мне кажется, более правильный будет идти через свои проекты. Вот вы приходите с проектами на разные каналы и где-то не понимаете. У вас такое, какая психологическая с этим справедливость? Редко такое бывает, потому что, как правило, мы сначала разговариваем с каналами, на встрече с каналами и спрашиваем, что вы хотите, какая у вас сейчас стратегия, какой контент вам нужен, какую аудиторию вы сейчас трагедируетесь. Каждый канал в начале провизионного сезона составляет свое статистическое видение, планирование, куда они идут, СТС, ТНТ, неважно. Мы встречаемся с продуссовыми каналами, говорим, вы нас знаете, мы вас знаем, куда, что. Как правило, кстати, бывают еще и такие презентации сезона. Если вы слышали, то там Успресс, ТНТ, у них каналов и интервей, в том числе, бывают презентации сезона. Собирают всех продюсеров, собирают режиссеров, и так далее, вся тусовка, и главный продюсер канала рассказывает, в этом сезоне мы планируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, а еще вот это, вот это и вот это. И это дает продюсерам направление мысли. И когда вы обладаете знанием того, что нужно каналу, разным каналам, вы понимаете в среднем какой сейчас тренд, на что запрос, на юмор, на музыку, по темам тоже, на феминизм, на экстремизм, на радикал, на политику и так далее, вы тогда сможете спокойно уже делать ТЗ для своих сценаристов. Вы приходите, говорите, нам нужен сериал, ситком, комедия, главный герой, парень, у него, значит, примерно. И все, и сценаристы начинают по этому ТЗ работать, и потом уже с этим ТЗ приходите на канал, говорите, тох или нет, он говорит, ну да, вот здесь не хватает, вот там вот так хотели, окей, через неделю возвращаемся, опять разбирать. Как вам бы посоветоваться? На что вы бы посоветовали делать акценты на привлечении укрывания аудитории в конную тему? В конную тему? Ну, самый традиционный путь – это серебряный тип, безусловно. Да. Но, я считаю, что сама конная тематика – это такая элитарная история в массовом сознании. И поэтому, здесь нужно, для начала снять планку входа. У каждого спорта, у каждого направления есть такой порог входа. Если он тяжелый, то, большинство людей танец не зайдет туда. К примеру, если мы смотрим футбол, порог входа, в том числе мужчины, его практически не существует, для женщины он существует. То есть они приходят, смотрят, что-то непонятное, неинтересное. А если мы смотрим, допустим, на что-то более простое, допустим, что еще там попроще? Ну, ныжный дом в нашем объекте. Всем же понятно, что происходит. Пришли, посмотрели, бежили. Все, пошли дальше. Вот с точки зрения конного спорта, здесь нужно снижать уровень входа, потому что, когда ты переключаешь по каналу, видишь, что лошадей, у тебя сразу ощущение, что тут собрались какие-то богатые люди, какие-то там, перепределивающие препятствия, какие-то женщины со шляпками, мужчины там, смокингинг и так далее. Мне кажется, что нужно снижаться до некого класса, показывать доступность к этому спорту и через эту историю попытаться постучаться по целевой аудитории. Опять-таки, что нужно понять, какая цель, кто юникорн, ну, то есть, какая ваша цель, мне кажется, что, мне кажется, что, в целом, если снижаться до уровня более широкой аудитории, то нужно снижаться до уровня более широкой аудитории, то нужно снижаться до уровня скачки, скачки, и всем понятно, стартолога, первая пришла, победил, все равно вышел. А дальше уже изощряться, там курт, вывестка, это уже, мне кажется, не для более заспорта. В реалити-шоу, пожалуйста, тоже хороший вариант, для того, чтобы продумать ту или иную историю. Скажите, что причинало изделие создание старт-круда? Ну, то есть, где их планируют участвовать, наиболее, старт-круда, потому что, наиболее, старт-круда, все компании, которые занимались традиционным телевизионным производством, все смотрели в сторону интернета уже, уже лет 6-7 назад, смотрели туда, и всех, конечно, возбуждал больше всего успех платформы NETX. То есть, любой, там, любая онлайн-платформа в России, когда садишься с ними развивать, мы хотим быть как NETX. Все хотим быть как NETX. Но, надо понимать, что бизнес-модель NETX, она просто не реализуемая в России. как NETX, там, огромные деньги, они производятся в своих контентах. И, они могут себе позволить, даже тратить деньги на нишевый контент, то есть, опыт только для сексуализма, очень страшного. То есть, только для BLM пользователей. Или, что-то еще. И, мне кажется, что их, бизнес-стратегия заключается в том, что, во-первых, англоязычная история, а во-вторых, они пытаются не вертикально там укапать, горизонтально раскапывают, и здесь все разбрасывают. И, не уверен, что они там уже окупились. Не уверен, что они уже окупились. И наши компании, которые ведут вслед за NETX, они не понимают, что это, на мой взгляд, опять я не претендую на истину, но, мне кажется, они до конца не понимают, что за этим стоит очень большой мошенник. Нужно развиваться, видимо, по средствам, по той коммунитуре рынка, которая есть. Что касается площадки онлайн-конформы Star Pro, это происходило уже в то время, когда я вышел из компании Yellow Black & White, но, я частично, примерно, понимаю, что там происходило. Во-первых, это жилец, во-вторых, это техническая поддержка. Это не просто приложение, это очень большие деньги, потраченные на техническое оснащение всего этого. Во-вторых, это деньги, потраченные на поддержку контента. И, мне кажется, что, как и Иви, как и ОКО, как и, что там еще, Google, Молин ТВ, все сейчас находятся в инвестиционном периоде. Все классные деньги, и пока еще не понятно, как это все делается. Но то, что это отобьется, это, я уверен, на 100%. Просто вопрос, кто сколько выдержит в этом инвестиционном периоде, у кого какой запас получился. И, в этом плане, у старта, на самом деле, неплохие шансы, потому что, та креативная группа, который стоит за стартом, тот продюсорский опыт, который стоит за стартом, если бы я знаю лично, стоит основание, в виде того, что у них все разоблачится. Здравствуйте. Я вам спасибо, по-другому. Один сказать, бестер, это, ценно, деньги для, например, технического тропаитажа. Вот. То есть, в чистом среде положениях, не прохватившись, если бы, что любят с ним, в твою технику, то, если бы, делать не застык, а чисто от сами. Что можете советовать? У меня есть система гранов. Не по углу ясна. Вы уже президентские? Не, не только президентские, если у вас просто молодежи есть. У мэра Москвы есть гранов. У мэра Москвы есть гранов. У мэра Москвы есть гранов. Какой образ 60-х, физически лица до миллиона рублей на раке вычет костер. По ней можно, какой формат вашего кинажа встретить. Есть ряд фондов, которые поддерживают эти тоже истории, которые поддерживают молодых режиссеров, молодых продюсеров. Есть фестивали, в которых можно сколлаборироваться с кем-то и снизить касты. Краудфандинг тоже тема, которая может помочь. Я знаю, что если, допустим, фильм «28 панфиловцы», то это полосу сняв на народные деньги. То есть, мы сбросились и сделали проект. Причем прикольно. Поэтому я вот не сбрасывал за счетов, и этот подход тоже. Ну, что еще посоветовать? Ну, дальше частные инвестиции. Как правило, это эмоциональные деньги. Понимаете? Чтобы получить деньги инвестора, не всегда его нужно прийти и обосновать. Иногда его нужно просто вдохновить. Некоторые инвесторы, они драйв ловят на том, что поддерживают что-то живое, что-то кайфовое. Ты приходишь с горящими глазами, не всегда, не всегда, но бывает такое. Когда ты приходишь с горящими глазами, говоришь, вот так-то, так-то, и так-то, я это сделаю, я разорву, и я не видел, теперь этот попыльцар. Они начинают говорить, хорошо, да? И этот шанс просто нужно не упустить. Поэтому не сбрасывай со счетов, в том числе, и вот эта эмоциональная составляющая. Эмоциональных инвестиций в России большое количество ценов. Когда вы иногда в свою жизнь являетесь представителем файланса, можно себе позволить заниматься юмором или вообще иметь с невестой человеком? Вы сколько выступаете, я не услышал ни одной шутки. Я сейчас еще и главный метод вышел в БКВ с этого года, поэтому мы имеем непосредственное отношение. Но у нас формат встречи изначально не такой, чтобы шутить, веселиться, во-первых. Во-вторых, я не из тех людей, кто шутками сыпет и постоянно веселит. В какой-то узкой пропании можно посмеяться, веселиться. Но мне хочется просто максимально полезно провести это время. Не просто у вас повозникает, что вы посмеялись, а что-то вам рассказать интересное. Про это, может быть, я себя ограничиваю, где-то. Что касается моих вообще увлечений, Fight Nights занимает процентов 20 уже жителей всего. У меня есть очень много других направлений, в том числе в политическом смысле, которые я хочу реализовать, которые мне нравятся и которых у меня, скажем так, есть, например, черёж. Поэтому, скажем так, Fight Nights не для лифов не вся моя жизнь. Ребята, если вам что-то нужно еще спросить, вы спросите. Если вы хотите уже идти отдыхать и устали от того, что вы со мной разговаривали, давайте попрощаемся. Мне очень приятно, что вы в таком большом количестве пришли. И если вы захотите вновь встретиться со мной, либо с представителями нашей индустрии, я лично готов приехать и посодействовать вашему руководству, чтобы здесь появлялись какие-то интересные спикеры, которые будут сами разговаривать без купюр, без какого-то пафоса, а просто и как есть по факту говорительно сказать. Поэтому вам большое спасибо, желаю всем удачи и спасибо. Спасибо, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ